А город это искусственная среда, это мегаполис, он непредсказуем. Мы с вами здесь сидим в студии, не знаем, что с нашими автомобилями, что с нашей квартирой, что с нашим домом. Если не включен ящик, мы не знаем, что с нашей страной и что в мире происходит, правда? А мы зависим от того, что происходит и в нашей квартире, и в нашем городе. Представляете, как мы зависим от того, что происходит в нашем городе? Света и воды не будет, три дня, и начнется неуправляемый хаос. Начнутся смерти, убийства, мародеры. На чью сторону встанут военные и милиции? У них тоже семьи. Нужно семьями заниматься. А люди это чувствуют, вот эта опасность? Они же в постоянном стрессе. Не чувствуют. Кто? Люди. Что-то они живут в такой опасной среде. Да, но люди как раз в стрессе тоже. Знаете, вот формула неуверенность в завтрашнем дне. А что такое неуверенность в завтрашнем дне? Это и есть это, да? Не конкретная опасность, которая произойдет в квартире и в городе, да? А что завтра... Вот мы там работу потеряли, потом сбережения люди потеряли. Лишили социального статуса. Социальных статусов там, экономических, политических. А что делать-то? Как подготовиться к этому? Как можно менее зависеть... Рекомендация одна. Как можно менее зависеть от всего иного. От других людей, от других структур, от политиков, от экономистов и так далее, да? То есть звучит-то она просто, эта формула. Но очень непросто ее выполнить человеку, который уже живет в сердце мегаполиса и подчинен его законам. Практических рекомендаций нет, это каждый сам должен започтить. Да есть, но посмотрите, у нас самая большая территория в мире. Русская национальная идея может быть очень простой. Огромнейшая территория. Ну, давайте будем делать отличные хутора, деревни, но только оборудованные, да? И туалетами, и интернетом, и электричеством, и дорогами, и парковками, и вертолетными площадками. Ну, че же мы жмемся-то все в кучу? И будем одноэтажные, деревянные, но большие терема строить. Потому что все преследуют личные интересы. Да, ну, это нормально. Но личные интересы... Все личные интересы концентрированы в Москве. Нет, тогда хорошо. Мы, увы, преследуем не личные интересы. Почти. Потому что нам говорят, как, у тебя нет красной кружки? Как, ты не купил еще то, что в результате покупки чего тебе начнут завидовать соседи? Как, ты не на том ездишь, не тем пользуешься, не то ешь? Абсолютная зависимость получается. Абсолютная зависимость. И мы стараемся работать на то, чтобы заработать, чтобы потратить на то, что нам внушают, нам необходимо. При этом, где любовь, где дружба, где свободное время, где хобби, где... Субтитры создавал DimaTorzok